Сегодня, сидя на диване в окружении своей дружной семьи, я почему-то вспомнил именно эту историю. Наверное, потому что крепкая семья и надёжный тыл – это самое главное для человека в жизни. Воспоминания унесли меня ровно на 10 лет назад. В то время я жил на окраине столицы в большом микрорайоне, где люди всегда спешат и не обращают на друг друга никакого внимания. Каждый день привычный маршрут, трамвай, метро и 20 минут пешком до офиса. Небольшая прогулка, как глоток свежего воздуха. Я принципиально не ездил на работу на машине, не хотелось тратить свою жизнь на стояние в пробках. Но каждую субботу в любую погоду я брал свою любимую маму, и мы ехали с ней за город, любоваться подмосковными красотами. Я всю жизнь прожил с мамой. Отец ушёл из этого мира очень рано, маме едва исполнилось 30. Поэтому всю свою нерастраченную любовь и заботу она подарила мне. Замуж так больше и не вышло, всё боялось, что это как-то разрушит наши отношения. И вот, когда после разговора с врачом я услышал неутешительный диагноз, что моей маме осталось жить совсем недолго, то самой главной задачей для меня встал вопрос, как сделать эти её последние месяцы самыми лучшими и счастливыми. Маме я, конечно, говорить ничего не стал, пусть остаётся в неведении и живёт безмятежно. Мама подолгу оставалась одна, пока я был на работе. Она скучала и тосковала, как будто бы всё-таки что-то чувствовала. Нужно было как-то сгладить её одиночество. Утром по дороге на работу моё внимание привлёк маленький рыжий котёнок, который сидел на остановке с грустной мордашкой и опущенной головой. Мне захотелось подойти и погладить котёнка, но пришёл мой трамвай, я слишком торопился на работу и просто проводил малыша взглядом. Казалось, что ничего необычного, но на следующий день я снова увидел этого же котёнка, только на этот раз купил еды и его угостил. Так продолжалось несколько дней, и неизменно я находил этого самого малыша на одном и том же месте, пока в какой-то момент не услышал голос пожилого мужчины, который подошёл, погладил котёнка и произнёс фразу «Ты снова здесь?». Я подумал, что мужчина что-то знает про котёнка и начал расспрашивать его о нём, но я и представить не мог, что здесь произошло. На этом самом месте за пару дней до нашей встречи машина сбила маму малыша на большой скорости и даже не остановилась. С тех пор котёнок всегда сидит тут и не хочет никуда уходить. Сердце моё в тот момент разбилось, мне стало так жалко малыша, что я даже заговорил с ним. Я сказал, что буду заботиться о нём и окружу его любовью и лаской, и что теперь у него будет новая мама, самая лучшая на свете. Я забрал котёнка домой. В результате всего этого малыш забыл о своём горе, стал весёлым и игривым, он наслаждался новой жизнью, ведь он понял, что он больше не один в этом мире. И моя мама с тех пор тоже была не одна. Котёнок к тому же оказался кошечкой, которую мама назвала Златой. Малышка оказалась очень ласковой и игривой. Она не отходила от своей новой хозяйки ни на шаг, даже спала с ней в одной кровати, свернувшись у ног пушистым калачиком. Мы брали её во все наши поездки за город. Каждый вечер мои любимые девочки ждали меня у окна, утром провожали на работу, а вечером встречали, мама всегда махала рукой. Это был уже просто какой-то ритуал. Но как-то одним пасмурным дождливым вечером я не увидел в окне маму. Там сидела только одна в одночасье осиротевшая кошка. Я сразу всё понял, моей мамы не стало. Она прожила три счастливых года, не оправдав прогнозов врачей. Единственное, о чём она всегда жалела, что у меня нет семьи и она не успела понянчить внуков. С тех пор, как мама умерла, Злата стала моей семьёй. Дли тянулись невыносимо длинные. Мы со Златой одинаково страдали по нашей маме. Так прошёл примерно год с того момента, как мы с кошкой потеряли родного человека, нашу маму. И вот в один из тёплых весенних дней на пороге нашего офиса появилась она, девушка моей мечты. Мне казалось, что солнце наконец-то взошло над небосводом и осветило мою тусклую никчёмную жизнь. Я влюбился, влюбился первый раз в жизни. Инна, так звали мою любовь, приехала в столицу из провинции. Девушка она была амбициозная и целеустремлённая. Правда, тогда я ещё не знал, насколько. Я, видимо, тоже стал частью её грандиозного плана. Одинокий молодой человек с достойной работой и зарплатой, с перспективами роста, образованием, а главное, по меркам провинциалки, собственной квартирой и машиной. Самая подходящая партия для решения своих задач. Уж как-то очень быстро наши отношения перешли в довольно близкие, и через месяц Инна уже перевезла ко мне свои вещи. Я был счастлив, а вот Злата встретила новую хозяйку в штыке. Кошки всегда чувствуют плохого человека. Она шипела, прижимала ушки и пряталась по углам, когда Инна приближалась к ней. Но я, как оказалось, ничего такого не замечал, не придавал этому особого значения, считая, что всё уладится само собой и Злата в конце концов привыкнет. Долгими вечерами я рассказывал Инне про свою маму и Злату, объясняя, какая часть моей души принадлежит этой кошке. Мне казалось, что моя избранница всё понимает и принимает, ведь у неё тоже где-то далеко в рабочем посёлке жила пожилая мама. У Инны со Златой со временем отношения стали вполне сносными. Было впечатление, что эти двое просто принимают друг друга как нечто неизбежное и существуют на одной территории независимо друг от друга. Через полгода после знакомства мы подали заявление в ЗАГС. Чтобы подзаработать денег на свадебные расходы, я согласился поехать в длительную командировку на месяц-полтора в ближнее зарубежье, оставив Злату с Инной в надежде, что с кошкой будет всё в порядке. В то утро у меня на сотовом телефоне высветился незнакомый номер. Я взял трубку. Взволнованный женский голос в трубке сообщил, что моя кошка Злата находится в аэропорту. Она забилась под стойку регистрации и её не могут оттуда достать, потому что она никому не даётся в руки. Я попытался выяснить, как такое могло произойти. Оказалось, что мою невесту не пропустили на борт самолёта, потому что у неё не было ни документов на животное, ни сумки для перевозки кошки. Инна закатила в аэропорту грандиозный скандал и в итоге со словами «Делайте с ней что хотите, я опаздываю», положила кошку на стойку регистрации и пошла дальше на рейс. Я ближайшим же самолётом вылетел в Москву спасать свою любимицу. По телефону Инна мне сообщила, что ей нужно срочно было лететь домой, в родной город. Злату она взяла с собой, не оставлять же кошку одну в квартире, но её в самолёт с животным не пустили, поэтому она и бросила её в аэропорту. «Ну ты же могла определить Злату в кошачью гостиницу или, на крайний случай, купить переноску?» «Я никому ничего не должна», – услышал я в ответ, «решай свои проблемы сам». Узнав у своей бывшей невесты адрес её матери, я пообещал, что в ближайшее время вышлю её вещи транспортной компанией. И вот сегодня я благодарен Злате за то, что она не дала мне совершить самую большую ошибку в своей жизни. Надо было просто немного подождать, и я встретил того самого моего родного человека, мою вторую половину. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди ещё много всего интересного. Всего доброго!